салютенцы и дорогие друзья с вами лун лемур и добро пожаловать на рубрику интересные проекты space engineers соскучился я по вам друзья да прошло четыре дня может и пять с тех пор как я выпустил последнее видео и так было 15 дней потому что я решил уйти в отпуск ну а сегодня хорошая новость я возвращаюсь с отпуска и отныне каждый день у вас будут видосики это конечно хорошо если тебе эта идея нравится ставь лайк ну сегодняшний у нас обзор будет тоже очень интересный мега мегалитическое сооружение так называю такие большие постройки от нашего любимого инженера октомус почему любимые потому что он меня уже удивляет очень сильно есть несколько проектов которые заслуживают уважения и так дорогие друзья давайте же посмотрим на этот проект что он умеет и с чем его есть и так у нас бакет экскаватор от октомус 800 такая вот первая модель а кстати у нас будет два проекта сегодня один большой другой маленький сначала мы рассмотрим более простой и это такой колес на ковшевой экскаватор интересный конечно нас ковшей в этой игре нет и ковши у нас не могут ним невозможно добывать у нас тут ресурсы при помощи ковша потому что наши воксели устроены ну скажем более примитивно их можно только бурить уничтожает вот данные вот буры и никак иначе в крайнем случае вы можете врезаться уничтожить но вы не соберете никакой руды никакой абсолютно вот почему у нас используется такие выборы так непосредственно к самому проекту проект у нас офигенный он очень красивый и симпатичный он сделан на основе так понимаю настоящих ковшевых таких больших установок и у нас тут есть в принципе ротор на поршневая система то есть тут ротор стоит который крутит нашу башню здесь два ротора стоят которые поднимают наш кран соответственно поршни которые ему еще и в этом помогать также противовес очень галантные красиво устроены из блоков ворот вот таким вот образом поставлено все ну круто реально также у нашей установки есть хвост хвост через который у нас все уравновешивается и помимо того у нас и выбрасывается лишние камешки а те кто не выбрасывается то есть те что не успевает выбрасываться оно перерабатывается здесь в базовых очистителях камни точнее ресурсики и судя по всему в гравии и излишки короче выбрасываются утилизируется так у нас вот этой штуки есть такое красное красный измеритель и как видите вот эта установка сама что-то крутится делает но на самом деле тут мне немножко непонятно кое-какие нюансы вопросы возможно к автору данной постройки ну что я например не совсем понял хоть и перевел и перечитал в общем описание данного проекта но так и не понял основного основного момента у нас написано flat mode то есть режим работы давайте нажмем на tab чтобы панель появилась тут у нас что у нас тут какие у нас тут дела значит от клавиши от 1 до 4 у нас ручное управление которому я судя по всему сейчас и прибегну далее у нас на пятерку идет включение выключение измерительные проектора то есть там написано что двигайтесь до тех пор пока желтая вот эта отметка не окажется у поверхности или в поверхность я так понимаю надо двигаться вперед или куда короче неизвестно и далее у нас потом мы как бы сделали то что сказано скажем в описании хотя не совсем понял видимо надо утопить данный знаю данную палочку в какой-нибудь скале тогда все будет нормально то есть это скорее всего для бурения скалы наверно там вот есть скала для этого подошло бы вот но тут также есть режим для по равнины то есть режим вот сейчас он работает на равнинном режиме но чё-то он как-то странно работает либо равнина находится для этого экскаватора где-то высоко ладно выключим измерительные и перейдем к режиму работы значит клавиша 6 который нас включает режим на равнины местности кстати говоря сейчас он и работает вот я нажал на него так кстати давайте начнем ручник и возможно ручник был выключен поэтому он не работал хотя в этом сомневаюсь что-то теперь ручник включен у нас вроде бы как бы казалось бы вы скажете о ну вот что ты грешишь работает же вот он опускает свой ковш давайте немножко подождем и вы увидите что на самом деле как бы он опустит свой ковш не так низко как нужно то есть на такую длину насколько я могу судить то есть он по идее должен опустить его совсем ниже и вот бурить вот землю здесь лед и все такое но давайте ладно проследим за всем этим я думаю что он этого не сделать то что за кадром не тестировал он чего-то этого как-то не делать вообще записываю это видео с 4 попутки кстати говоря если не с 10 так ну что ж посмотрим как получится или не получится ну давай 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 так быстрее быстрее на сейчас у меня все вкрутую сварится короче жму на паузу нет ребята похоже он ниже опускать не собирается реально вот не собирается я уже даже так делал и он как по второму проходу идет но вот ниже он никак не опускается не знаю наверно равнина в понимании ухту мусса такая давайте еще раз нажмем может там что-то ключит как-то не знаю кто знает может быть так жмем на шестерку нет он продолжает так же работать только в другую сторону ну что он начал опускать ковш или мне кажется так еще еще о да по моему он начал его все-таки опускать да по ходу дела ну ка ну ка еще по ходу дела надо просто прожимать каждый раз шестерку чтобы он начал работать как следует да действительно то есть если вы жмете шестерку то он будет работать как надо как мы видим да можно вылезти посмотреть а шестерка ребята это режим для табычи на равнине то есть тут есть два режима семерка и шестерка но нельзя их переключать сразу то есть вы нажали допустим на шестерку а потом сразу смерть не надо нажать на девятку это типа сброс всей системы то есть он сбрасывает там себе что-то так далее и тому подобное вот так вот эта штука и работает то есть она будет в принципе рыть и добывать для вас ресурсики так вот она поднимает наверное да там пять ковш видимо подымает да я не очень сведущий в том как эта система устроена видимо по бокам она поднимается а посередине она опускается если бы я мог бы ускорить эту работу этого ковша просто он очень медленно медленно так пев поворачивается ну не мудрено чем больше конструкции тем медленнее она скорее всего будет работать и после того как она сделала сюда такой вот ваяж она начинает останавливаться я не совсем уверен зачем так а если мы уберем ручник нет так не работает вы можете просто прожимать шестерки и она будет работать таким вот образом давайте проверим горный режим будет ли он работать аналогично тому что было так ну-ка ну-ка давай-ка вот так вот видимо только прожимая она будет работать в общем нажмем к на девяточку и обнулим нашу систему чтобы он остановился затем включим горный режим и как будет работать горный режим я опять-таки не в курсе жмем на семерку наверное горный режим просто типа тупо не опускается ниже чем нужно до горный режим он не опускается но если мы все-таки будем работать вручную допустим допустим ну вот например я вытягиваю все поршни и начинаю крутить нет не выходит жаль вот тут нужно быть аккуратным кстати говоря плюс еще наверное вывести на панель буры и каким-то образом их еще и крутить хотя мне что-то кажется что надо самим управлять поршнями то есть не позволяет не позволять это делать программе вот как бы именно самим самому и управлять тогда возможно он будет бурить да и правда надо комбинированно управлять возможно у вас в таком случае все и получится оп пошло дело пошло так мне кажется что нужно приподнять чуть-чуть поршень да реально надо приподнять чуть-чуть ну короче как то вот таким образом мы будем доверять добывать точнее сейчас мы просто посмотрим более большой экскаватор так сказать более большую версию всего чуда возможно он работает более честно более правильно что ли сказать так ну вот вторая версия она уже 2200т наверное это по тоннам или по каким параметрам так он называется я точно не знаю но у нас здесь есть прям такие мостик знаете такой для того чтобы мы залезли наверх посмотрели туда и сюда и увидели новые механизмы и так далее там подобное здесь все гораздо более интереснее вроде бы устройство устроено совершенно так же кстати кстати у нас здесь еще и такая панелька есть так старт так hill мод старт а стоп то есть здесь в принципе устройство оно такое же как там мы можем управлять что с кабины а кабина тут немножко такая но здесь есть также вот скажем домик с с этими как они называются то блин с программируемыми блоками вот отучился уже записывать ролики короче вот такие вот у нас делишки тут кстати то же самое тут у нас немножко даже по другому устроено все так надо это глянуть реально по другому устроено тут да тут у нас сверху находится поршни если вы можете заметить они как бы демонстрирует нам что то вроде пародия тросов давайте посмотрим у нас это прям пародия на тросы вот они типа это тросы а это поршни то есть они вытягивают и вытягивают но сделано это более менее красиво кстати говоря вот этот ковш он он реально эта машина она реально будет она делает маленьких бурят и в равнинный режим у него реально работает так же разница в управлении здесь есть небольшая например если мы жмем на восьмерку мы можем сменить сразу режим да это круто и вы можете увидеть что он вот реально работает по сравнению с предыдущей моделью видимо автор улучшил например этот бурит воздух по какой-то причине а этот нормально уже бурит как бы снимает хотя бы верхний слой земли что сказать 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 не знаю короче ну что то она делает равнинный уровень хотя бы есть если эту машину стабилизировать в смысле чтобы она вот рыла на определенную то есть глубину и постепенно снижалась то это замечательный добытчик ребята замечательный добытчик льда например чисто в выживании имеет смысл строить ну не такую огромную громадину но поменьше с таким же в принципе принципом чтобы добывала пойду но мы рассматриваем данные устройства не в плане того чтобы строить их выживание потому что для выживания я не вижу особого смысла его построить кстати вот хвостовик у нас тут побольше будет прям такой он более серьезный сурьезный и выбрасывательная система тут как то вот так он сделан любопышно в общем бурит бурит наш боря борька наш бурит посмотрим он что обратно что ли пошел да он обратно пошел бурить я даже не знаю добывает ли он таким образом или нет или нам только кажется но вывод такой проектик неплохой однозначно потому что строить так строить такое нужно нервы время терпение желание дизайнерский вкус ну короче надо болеть этим чтобы такое строить ну это лично по мне а так дорогие друзья мы уже в принципе посмотрели данные экскаваторы в следующей серии мы посмотрим уже немножко другой вариант данных экскаваторов буквально завтра будет и кроме того у нас уже начинается я вам говорил наверное что будет летсплей по игре Stationers да Stationers у нас будет возможно кооператив с колонкидом я надеюсь он будет рад этому процессу и вы тоже будете этому рады потому что по Stationers у меня еще кооперативов не было это такие новости канала ну и собственно говоря возможно с 6 февраля в общем мы начнем это действо и так далее и тому подобное ну а так с вами был Лурлемур подписывайтесь ставьте вот такие вот жирные лайки и ожидайте завтра нового видео также есть еще одна хорошая новость мы становимся все ближе и ближе к такому моменту что скоро мы увидим закрытый бета-тест от Osiris New Dawn потому что они уже практически допилили игру у них осталось всего 4 задачи которые они допилят а это уже будет очень быстро очень скоро короче мы увидим новый летсплей и подобные летсплей возможно вы не увидите на таком каком-то другом канале а потому что закрытый бета-тест не всех пускает ну а так с вами был Лурлемур кстати почему у нас поехал кран извиняюсь 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 куда-то поехал так возможно он будет по территории то есть он немножко движется будет дальше движется будет дальше возможно возможно неплохая такая затея но я знаю что большинство из вас будет критиковать этот проект ну да ладно с вами был Лурлемур подписывайтесь ставьте лайки и до скорых встреч всем пока пока до скорых встреч пока